Вот смотрите, практически мне по пояс. Жительница дома номер 8 по улице Пономарёва показывает глубину канавы, которая образовалась возле её многоэтажки буквально за год. В неё не раз проваливались дети и домашние животные, жалуются люди. А появилась яма после сильных дождей и неправильно построенной дороги, уверена женщина. Сделали дорогу внизу, сделали дорогу наверху, позакрывали все сливные канавы сточные, куда сопок вода текает. Теперь у нас прямиком шурует сюда вода и вытекает прямо сюда. Дом номер 8 по улице Пономарёва построили больше полувека назад. С тех пор дорогу во дворе здесь ни разу не ремонтировали. Как результат, огромные ямы, которые после дождя превращаются в огромные болота. Где эти ливнёвки? Хоть иди обратно, блин, наверх и смотри, откуда это всё течёт. Просто безобразие. Смотрите, что они уже, не знаю, ещё шире стало. Наши, наши, это, посмотрите, вообще ужасно. Правда, скоро, блин, наш дом пойдёт, наверное, ко дну. Это же всё в подвал, это подмывается фундамент дома. Ведь если бы собственник дома, если бы, как говорится, это был, ну, свой дом личный, никогда бы, во-первых, здесь ни снега, ничего бы не было, ни воды. Это же основа дома. А у нас, получается, всё это наплевать. Всё надо пинать, пинать, пинать. По заверениям жильцов 2-го, 4-го и 8-го домов по улице Пономарёва, ни одно из их обращений не принесло каких-либо результатов. В городской администрации людям своё бездействие объяснили тем, что на улице нет сквозного проезда. Сроки проведения работ здесь регулярно сдвигаются в связи с отсутствием финансирования. 15 лет идёт переписка о том, чтобы нам сделали дорогу. Вы посмотрите, кусочек, кусочек. Везде сделали такие километражи. А вот этот вот маленький вот огузочек, не могут, денег нет на это, чтобы дорожники сделали нам такую дорогу. Вот, всего три дома. Люди писали даже в прокуратуру. И только надзорное ведомство признало, что придомовую территорию необходимо отремонтировать. Службе автодорог внесли представление. Однако, воссыны не там. Люди вынуждены подстраиваться под сложившуюся ситуацию. У кого мелкие машины, то есть они в основном ставят либо где-то на стоянках, либо вообще не заезжают во двор, потому что проезд, в принципе, ну, как видите сами, весь в ямах, весь разбитый, убитый. Жителям объяснили, что прокладывать асфальт нерентабельно, пока не заменят коммуникации. Однако трубы заменили, а асфальта до сих пор нет, жалуются люди. Дело в том, что наши дома уже переведены на четырех трубку. Вот, ложили там коммуникации, вот там ложили коммуникации, и между вторым и четвертым домом коммуникации тоже ложили. Положили, отрыли, зарыли, но ничего не асфальтировали. С вопросом, когда же все-таки дорогу на Пономарева приведут в порядок, жители даже обратились на прямую линию губернатора. Улица Пономарева, известная улица, вот тоже там неоднократно бывала, опять же, благодаря активной позиции жителей. Именно этот адрес сейчас не сассоциирую, но отдельные межквартальные проезды делались в одни из прошлых лет. Про этот адрес точно не скажу. Но я здесь повторю, я считаю, что межкварталка – важная задача. Я могу сейчас ответственно сказать, что мы в следующем году дополнительное внимание уделим. Теперь у людей вновь проснулась надежда на счастливый финал грустной истории их улицы.